Привет! А сегодня мы едем на Волговерховье. Это трасса, которая ведет от Осташкова. Осташков сзади. В Волговерховье впереди. Путь примерно 70-75 километров. Дорога хорошая. А вот сейчас мы съехали с хорошей дороги. Навигатор нам показывает, что 20 километров. С 70, да. Нам ехать вот по такой велковой дороге трясучий. Но мы не сдаемся. Едем. Ну да, вроде так, она, конечно, не такая плохая. Но единственное, что да, пыльная. Это мы съехали с трассы указатель. Съехали с трассы, это главная дорога. То есть по трассе указатель сюда, это главная дорога. Так что, в принципе, ошибиться нельзя. Все время ехать надо по главной дороге. Ой, добрались наконец-то. До Волговерховья. До Волговерховья. Вот стояночка. Сейчас мы здесь встанем. Дальше ехать нельзя. Вот стояночка. Вот даже для вертолетов есть стояночка. Вот прям если посмотреть, можно и на вертолюте сюда прилететь. Идти от этой стоянки до истока Волги немало. Метров 500. Но ближе есть еще одна парковка. Ехать или нет под запрещающий знак – дело личное. Когда были мы, все спокойно проезжали. Итак, мы доехали. Идем сейчас к истоку великой русской реки Волга. Вон там все написано. Тут красивые церкви. Хорошая дорожка. Осталось до цели нашей окончательно совсем чуть-чуть. Вот она, великая русская река. Точнее, ее начало. Итак, мы доехали до главной цели нашего путешествия – до истока великой реки Волга. Вот здесь она берет свое начало. Здесь установили часовню. Как видно вот здесь из табличек, водоосвещение совершал и Алексей II, и нынешний патриарх Кирилл. Вот здесь вот стоят несколько ведерок, которые можно зачерпнуть эту водичку и, видимо, умыть руки. Вода, вот если посмотреть внимательно, она, конечно, такая железистая, видимо. Возможно, там болотистые какие-то. Ну, и дальше потечет из этого ручейка, потечет и вылится в огромную-огромную реку. Длиной больше трех тысяч километров. Красивый лес. Здесь вот, да, на месте истока стоит часовенка. Ну, если зайти сюда, сможем увидеть кое-как колодец, да, с водой. Вот такая часовенка. Ну что, пойдем прогуляемся вдоль Волги. Да, за 25 лет, что мы ездим на Селигер, конечно, это место менялось неоднократно, но сейчас оно, мне кажется, самое красивое. То есть и красивая часовня, и тропа красивая, которая ведет к истоку. Церковь потихонечку восстанавливают. Все достаточно ухоженно и... Ну, и природа, конечно, наверняка летом здесь грибов много. А, ну, сейчас вообще лето, да? Ну, тут местные, ребятишки местные сразу же влезут в воду. Кто они ловят, лучше всех ловят. Это место не только удивительно красивое, но и интересное с исторической точки зрения. В середине 17 века здесь появился первый монастырь, а это величественное строение на вершине горы, церковь преображения Господня. Трудно поверить, но это тот самый случай, когда великую русскую реку можно перешагнуть, что я и сделал. А теперь и на другом берегу реки Волга. Пока!